Хотя каждый может иметь свои собственные предпочтения, вот 10 упражнений, которые, ну уж точно, на мое мнение, вам не помогут эффективно учить английский. Номер один. Пассивное прослушивание аудио или прослушивание просмотра видео на английском без активного участия или попытки понимания содержания. Это хорошая activity в целом, когда вы не стремитесь чему-то научиться или что-то учить, когда вы просто хотите послушать, посмотреть, чтобы привыкнуть больше к речи, послушать чуть больше, но сильно не вникать в какие-то слова или грамматические конструкции. Но как конкретное упражнение, как часть вашего образовательного процесса, это не суперэффективно. Не помню, я не правильно, это тоже нужно делать, но это больше, знаете, в свободное время. Но если вы это хотите делать как какой-то activity, то вместо этого активно включайтесь в процесс прослушивания реально слушайте, останавливайте, выписывайте, если вы прям, ну, занимаетесь, и это занятие. Также не останавливайтесь только на одном, слушайте разные жанры англоязычной музыки, разные подкасты на разные темы, аудиокниги, смотрите разные видео, разные фильмы, разный сериал, и стремитесь понять смысл и контекст. И опять-таки, если вы прорабатываете, то прорабатывайте. Если вы просто отдыхаете, развлекаетесь, слушаете, привыкаете, тренируете слух в свободное время, то тогда забудьте все, что я сказал. Номер два. Чтение сложных текстов в английском языке без использования словаря или пояснений. Конечно, вы можете читать кучу всяких научных текстов, ничего не понимать, и в итоге время потрачено впустую. Опять-таки, прорабатывайте текст, разбивайте его на мелкие части, исследуйте незнакомые слова и фразы, используйте словарь для разъяснений и стремитесь понять основную идею каждого абзаца или каждой маленькой части. Опять-таки, если вы просто с утра открыли газету, знаете, читаете просто так, то ладно. Но если это как часть вашей образовательной деятельности, то, конечно же, нужно прорабатывать. Номер три. Повторение отдельных фраз без понимания и контекста, не связанных, знаете, с реальными ситуациями. Просто, знаете, вы нашли новое слово. Done, например. Done. И все, и вы сидите и поете себе. Done, 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 done. А толпа. Вместо этого, составляйте реальные предложения или диалоги, связанные с вашей жизнью. I'm done with my work. Старайтесь, чтобы ваши примеры действительно отражали реальные ситуации, какие-то, с которыми вы действительно сталкиваетесь в реальной повседневной жизни или какие-то ваши реальные истории из жизни, связанные с вами и с людьми в вашей жизни. И старайтесь практиковать их в разных контекстах и ситуациях, но не отдельно, просто done, 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 done. Ну, это смысла нет. Следующее изучение английской грамматики без использования ее в реальных жизненных ситуациях и в каких-то более реальных реалистичных диалогах. Грамматика это прекрасно, но грамматика, знаете, это middleman. У вас есть ваш вокабуляр, ваши слова, и вы их соединяете вместе с грамматикой. Грамматика это как клей. И если вы ничего не клеите им, то он просто стоит с открытой крышкой в бутылке и сохнет, и все. Поэтому старайтесь, если вы изучили какое-то грамматическое правило, грамматический аспект, то старайтесь его втыкать как можно больше, где вы можете. Допустим, вы выучили время present continuous или present progressive, чтобы выражать какие-то вещи, которые вам уже надоели, которые постоянно происходят, знаете, с негативной точки зрения. И вы говорите, Да, ну что-то реальное, что-то приближенное, да. И старайтесь прям каждое грамматическое правило привязать к чему-то в вашей жизни. И чем больше таких вещей в вашей жизни вы найдете, тем быстрее оно запомнится. Вам нужно с каждым правилом создавать вот эти вот реальные человеческие связи. Иначе это будет просто какое-то правило, это будет удаленно где-то в книжке. Это английский язык, который я учу, а не я выражаю себя, свои мысли, желания, мнения через вот это вот. Следующее это чрезмерная зависимость от перевода. Переводы это очень опасная вещь. Это очень опасная вещь. И я просто поражаюсь хорошим, реально хорошим переводчиком, потому что я переводить не умею вообще. Я говорю на русском языке, я говорю на английском языке, но они у меня очень редко соединяются, и я очень много слов не знаю, ну, с обоих сторон, и у меня оно не соединяется никак. Поэтому перевод и зависимость от него делает ваш, ну, английский язык или русский язык только хуже. Потому что иногда, когда я говорю что-то по-русски, я перевожу практически дословно с английского языка. И это звучит угловатое и неловко. Старайтесь действительно ловить себя и не переводить. Если вы читаете что-то, не переводите в голове, старайтесь понимать сразу, вы знаете эти слова, вы знаете эту грамматику. В чем проблема? Проблемы нет. Это просто привычка, от которой вам нужно избавляться, и вы должны себя подлавливать, 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 пока вы не привыкнете. Вы что-то слушаете, поток информации идет, не переводите, а просто понимайте. Вы знаете опять-таки эти слова, вы знаете эту грамматику, все нормально, расслабьтесь. Расслабьтесь. Следующее. Изучение языка только из учебника, не включая практических заданий или взаимодействия с другими студентами, такими же, как вы, или, может быть, даже носителями языка. Используйте разные ресурсы. Найдите все возможности, что у вас есть. У нас есть интернет. Интернет это супер мощная, сильная вещь, и вы можете найти там все и всех. Но это просто нужно захотеть. Используйте все возможные ресурсы, которые у вас имеются, а у вас имеются все ресурсы для этого сейчас, в наше время. Курсы, языковые приложения, Speaking Buddy, находите себе людей, преподавателей. Получайте возможность применять свои знания на практике. У вас она есть, ее нужно просто найти. Даже не надо искать. У вас уже все под рукой, у вас уже все это в кармане. Вам нужно просто это использовать. Отличный вариант, например, наш Speaking Club. Практикуйтесь хоть каждый день. Удобное для вас время. Следующее, возможно, будет немножко controversial, но это стремление смотреть сериалы или фильмы на английском языке без субтитров. Я не знаю, откуда это пришло. Я не знаю, почему вы думаете, что смотреть субтитрами это так плохо. Субтитрами смотрят очень много людей. Носители языка смотрят субтитрами даже. В этом нет ничего плохого. Это не значит, что у вас плохой язык. Вы просто любите читать и слушать одновременно это все. Подумаешь? Ну, это не показатель никакого уровня или какого-то, знаете, превосходства вашего английского языка. Вы просто себя будете накручивать, и вы что-то не расслышите в этом фильме, потому что в этом фильме был этот момент записан плохо. И там взрывы, и стрельба, и главный персонаж кричит с плохой артикуляцией. Вы не понимаете, что он кричит, и вы будете винить себя и наказывать себя за то, что ваш английский плохой, когда на самом деле это вообще не имеет к этому никакого отношения. Поэтому не ставьте вот эту вот себе цель смотреть без субтитров, как, знаете, какой-то эталон успеха, и как, знаете, что-то главное, к чему реально нужно стремиться и хотеть. Ничего нет плохого в том, чтобы соединять два разных умения одновременно. Читать и слушать. Это только пойдет вам на пользу. Следующее. Не обращать внимание на произношение. Вам все говорят, произношение не важно, у всех есть акцент, вас все равно поймут, какая разница. С одной стороны, да, я не говорю вам, избавляйтесь от вашего акцента и говорите прям, как носитель языка, это не обязательно, но знать основы произношения пойдет вам только на пользу. Дайте я вам объясню, почему. Вы знаете грамматику приличную, вы знаете приличное количество слов, у вас приличный уровень английского языка, возможно, вы TOEFL сдали на 100 с чем-то баллов, в общем, у вас все хорошо, но когда вы говорите, возможно, вам не нравится, как вы звучите, поэтому вы особо не разговариваете, потому что вы стесняетесь и вы не уверенно себя чувствуете. И когда вы этого не делаете, у вас, естественно, нету страсти или желания особо практиковаться, потому что вы, у вас есть вот этот комплекс, и вы не уверены в себе из-за того, как вы звучите. Это нехорошо. Когда вам нравится, как вы звучите, вам нравится ваш pronunciation и ваше произношение, и вы хотите говорить как можно больше, вы стремитесь это делать, вам нравится, и для вас это в кайф, потому что вам в кайф слушать самого себя, вы говорите больше, чем больше вы говорите, тем больше у вас практики, чем больше у вас практики, тем лучше ваше умение, тем лучше ваш английский. Это очень простая формула, поэтому я хочу вас пригласить на мой курс по произношению, где я помогу вам его поставить, и в этом курсе невозможно проиграть или сделать неправильно. Потому что многие думают, что произношение нужно себе поставить, опираясь только на слух. И не у всех он есть. И это нормально. Мы не опираемся на слух. Мы делаем это четкими, человеческими инструкциями, с которыми просто невозможно сделать этот звук неправильно. Если я вам говорю, что звук буквы V, это верхние зубы, касаются нижней губы, выдуваем воздух и голос. В, 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 в. Невозможно это произнести неправильно. У вас нету других верхних зубов и другой нижней губы. Поэтому все будет нормально. И так мы прорабатываем все звуки. Такие проблемные звуки, как глухой звонкий TH, или, например, NG. Мы это все прорабатываем очень простым человеческим языком, очень в простом, легком и веселом подходе. Поэтому, если вы готовы говорить красиво, не обязательно потерять свой акцент. Не обязательно говорить прям как настоящий истинный американец, чтобы это не значило. А просто на полную раскрыть ваш потенциал, вашего произношения, вашего английского языка, то я буду вас ждать на моем курсе. Ссылка в описании под этим видео. Следующее, исключительно пассивное изучение английского языка. Вы читаете, вы слушаете, вы проделаете упражнения, но вы не практикуете речь, не практикуете письмо. Вы не делаете ничего, что генерирует свободный язык. Вы делаете только шаблонные упражнения. Шаблонные упражнения это супер, это класс. Но только на них останавливаться нельзя. Вы должны делать какие-то активности, которые генерируют свободно язык. Когда вы спонтанно мыслите и спонтанно генерируете предложение на английском языке. Письмо, говорение. Восприятие языка это важно. Либо в тексте, либо в аудио формате. Очень важно. Но если вы не генерируете язык, то все, что у вас останется, это пассивные умения. Активных умений у вас, они будут плохо развиты. Из-за этого будет дисбаланс в вашем английском языке. И если эти два, они пересекаются, два вот этих вот вида умений, то ваш английский не будет хорошим. Вам нужно всегда стремиться, чтобы пассивные и активные навыки были наравне. Ну и, конечно же, откладывание практики вашего английского языка на потом. Без регулярности, без какой-то систематической тренировки. У вас нет расписания. Создайте себе расписание и старайтесь его придерживаться. Выделите время для изучения языка или практики языка каждый день. Не важно, чтобы это было много, но вам нужно поддерживать эту регулярность и постоянную практику. И чтобы, даже если это будут небольшие временные периоды, вам нужно это делать, чтобы это было консистент. А если вам нужен план для изучения английского языка, то я вам уже давал его в вот этом видео, которое сейчас на экране. Также вы можете скачать PDF-план бесплатно в нашем Telegram-канале. Ссылка на это дело в описании. Мне звонит телефон. Спасибо большое за просмотр этого видео. Мы увидимся в следующем видео. С вами был Леня Пак. До свидания.